Продолжение следует... 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 Поэтому мы сегодня по ним и пройдемся. В целом, да, 8 отелей в цепочке. Я, наверное, сейчас не буду их произносить или произнести, Нин, как ты считаешь? Можете. Да, на всякий случай, да, меня зовут Яна, и цепочка Universal Resorts Мальдивы, которая в своем названии, как бы, в общем-то, не все могут запомнить, какие отели туда входят. Я сама, когда 3 года назад начала работать, не сразу выучила. Но это отели Курамати, Курумба, Велосару, Дигали, Кандолу, Барас, Хубафан, Куши, Милайду. Это все одна цепочка, они в цепочке очень разные. Сегодня мы посвящаем нашу с вами презентацию отелю Хубафан, Куши. Но в целом все 8 отелей имеют ко мне отношение. Да, у нас есть такой некий хед-офис управленцы. Всеми отелями находится хед-офис Мали. На него я работаю, собственно, и работаю просто удаленно. Итак, значит, у нас сегодня... И, кстати, вот на самом деле я прямо вижу по количеству участников, что это вызывает огромный интерес, да, потому что действительно, ну, все профессионалы в этой области знают, что Хубафан-Фуши завершил реновацию. И всем ужасно интересно понять, что же там происходит сейчас, как это все выглядит вот в моменте. И должна вам честно сказать, что те из вас, кто будут достаточно внимательными и терпеливыми, мы вас сегодня порадуем, потому что мы покажем не только презентацию, которая сама по себе является абсолютно новой, свежей, отражает все, что происходит на курорте, но даже еще и некоторые фотографии, которые прямо вот буквально сняты. Да, сегодня буквально мне прислали, да. Вот, как это выглядит сегодня утром, это называется. Поэтому мне самое ужасное интересное. Я вам также рада представить свою коллегу, Марину Мартиросова. Марин. Всем доброго утром, приветствую вас. Марина сегодня будет нам помогать, она будет мониторить какие-то ситуации, связанные с презентацией. Если у кого-то какие-то вопросы, проблемы, можете ей писать в чате. И также, еще раз повторюсь, создавайте, пожалуйста, в чате вопросы. И будьте уверены, что даже если Яна не прерывает презентацию для того, чтобы на них ответить немедленно, но они никуда не денутся, Марина это все отслеживает, и мы с удовольствием на них ответим. Итак, давайте мы начнем тогда буквально три минуты про… Еще раз я повторю какие-то основные тезисы про компанию «Турмальдис». Еще раз подчеркиваю, что я прекрасно понимаю, что те, кто пришел к нам сегодня, это абсолютно не случайные наши коллеги-агентства. Это, как правило, либо лояльные уже существующие партнеры «Турмальдис», либо люди, по крайней мере, работающие активно в этом сегменте и прекрасно понимающие, что такое «Лакшери», что такое «Ваффенфуш», что такое «Универсал Резортс», ну и, соответственно, в принципе, что такое «Турмальдис». Поэтому я не думаю, что мне нужно здесь делать, что бы то ни было похожее на презентацию компании. Я еще раз, как я всегда это делаю, выложу вам в чате все свои контакты, хотя я думаю, что 99% людей их уже знают, но, тем не менее, пусть будет под рукой. И хотела бы просто сказать несколько новостей, касающихся вообще «Мальдив» в частности и «Интурмальдис» в целом, и «Интурмальдис» в частности. Значит, у нас, по понятным причинам, нет пока цифр по февралю, но по прошлому году по общей статистике «Визит Малдивс» и Министерство по туризму Мальдивской Республики, Индия и Россия – это два топ-рынка, причем очень забавно, что при достаточно больших цифрах около четверти миллиона туристов отправили, отправило каждый из стран. Мы разошлись с Индией буквально на 40 или 50 человек, то есть они отправили буквально в общей сложности на 40 человек больше, чем приехал туристов из Индии, чем туристов из России. Китай, которому предрекали победу в этой стране, он пока что на четвертом или пятом месте. В январе же, как многие заслышали, ситуация, в принципе, поменялась еще один раз. Дело в том, что в силу некого внутреннего конфликта, даже, я бы сказала, такого странного в соцсетях, разгоревшегося между чиновниками Индии и Мальдив, чиновники Индии посчитали недостаточно тактичными высказывания мальдивских чиновников относительно уровня индийских курортов морских. При том, что я лично в душе, конечно, согласна по факту, с тем, что это нельзя даже сравнивать, но, тем не менее, результат таков, что сейчас достаточно массовые отказы от гостей из Индии относительно их путешествий на Мальдивах. И за январь, конечно, Индия довольно сильно просела. То есть сейчас в лидерах России, Китай, и, соответственно, там очень близко Германия, очень близко Великобритания. Будем смотреть, какова будет тенденция, но на данный момент, невзирая на то, что как бы нам всем кажется, и, возможно, это действительно так и есть, что этот сезон, он немного медленнее, чем прошлый, но цифры все равно очень неплохие. Причем по-прежнему хочу вам сказать, что когда мы смотрим с моими коллегами на overview ближайшего, например, квартала или месяцев, нам кажется, что как-то все очень грустно. А дальше, когда мы смотрим на уже результаты по факту, сложившиеся, оказывается, что все на самом деле абсолютно нормально. Это связано с тем, что, конечно, сейчас очень небольшая глубина продаж, и все это отмечают, и Мальдивы стали таким, в некотором смысле, last moment destination, чего у нас раньше не было. Мне вот, например, в субботу в 10 вечера, поскольку все знают мои контакты, написало агентство и спросило, а кто бы мог нам прямо сейчас подтвердить определенный отель, потому что туристы хотят вылететь сегодня. Может быть, не в 10, но часов в 8, да. Я несколько, конечно, была под впечатлением. То есть, когда я попыталась объяснить, что наш Reservation Department на Турмадив сработает 7 дней в неделю, и завтра с утра прямо, когда расцветет, что называется, вам ответят по наличию мест, по возможностям, мы все сделаем, и туристы смогут прилететь, как бы, ну, вылететь завтра и прилететь в понедельник. Мне сказали, нет, это как-то очень поздно. Туристы вот сейчас хотят в аэропорт поехать. Вот они сидят, и им пришла в голову такая идея. Поэтому давайте мы как-нибудь решим вопрос, чтобы они уже завтра могли заселиться. Ну, знаете, как-то это не совсем обычная ситуация для Мальдив, но мы с ней живем, как бы, да. Действительно, у нас в моменте бронируется достаточно много, в последний момент бронируется сейчас достаточно много всего. И еще раз подчеркиваю, что Индурмальдив действительно компания, которая готова максимально с этим гибко и эффективно работать. У нас действительно 7 дней в неделю работает наш Reservation, у нас нет понятия выходные. Поэтому, если что, я готова всегда так вам помочь, связать вас с нашими коллегами. Поэтому, пожалуйста, будьте уверены, что даже в качестве Last Moment Destination все равно мы готовы вам помогать со всем прекрасным контрактным списком наших отелей. На данный момент, на 2024 год, совершенно уже финализирован список контрактных отелей Индурмальдивств. Почему я об этом говорю финализирован? Что же с ним было до этого? Значит, на данный момент в списке прямых контрактов Индурмальдивства Индурмальдивств никогда не работает с отелями через кого-то, то есть у него все контракты прямые. Чуть более 50 отелей. И это меньше, чем, например, в прошлом или позапрошлом году. И это вызывает законные вопросы, а что произошло с остальными отелями? Дело в том, что у нас, как вы, наверное, очень многие знаете, существует Sister Brand, Sister Company. Это компания Roam Maldives, принадлежащая нашему же владельцу, господину Алифераку, но, по сути дела, занимающейся курортами 5 стандарт и 4, и даже 3 звезды. Но это все абсолютно проверенные и тоже востребованные на рынке бренды, мини-цепочки. И на протяжении последних двух лет проходило такое процесс размежевания, то есть определение четкого, что из курортов будет относиться к ведению какой из компаний. Вот на данный момент этот процесс завершен. У меня на руках самые свежие списки контрактных отелей, как по Индурмальдивств, так и по Roam Maldives, то есть по, ну, такому value for money классу. Я готова их вам предоставить с удовольствием. Мы вышлю их в WhatsApp-группу нашу, и также, собственно говоря, вы можете мне написать, я бы с удовольствием их вышлю персонально. И, наконец, с середины января компания Roam Maldives имеет полноценного Sales Representative в России. Это моя замечательная коллега Оксана Иванова, которая, ну, конечно, первые там недели она входила в курс дела, сейчас она уже полноценно работает, и будет очень рада вам помочь со всеми вопросами, связанными с отелями, с курортами и с работой с компанией Roam Maldives. Поэтому я тоже ее контакты с удовольствием вам предоставлю. Собственно говоря, телеграм-канал наш, многие из вас на него подписаны, и это прекрасно, и многие, кстати, узнают информацию про вебинары из нашего телеграм-канала, но если вдруг кто-то не, я потом выложу ссылку на телеграм-канал, подписывайтесь, будем рады, у нас там очень здоровый, интересный, на самом деле, микс из новостей, анонсов, спецредложений и так далее. Вот, собственно говоря, на данный момент это все, что я хотела сказать про компанию Roam Maldives в моменте, да, и про вообще нашу внутреннюю организацию. Я больше не буду вас, соответственно, задерживать, вы пришли сюда не за этим, я прекрасно это понимаю, поэтому я передаю с огромным удовольствием слово Яне, и мы переходим к приятной и красивой части познавательной, увлекательной нашего сегодняшнего вебинара. Яночка, тебе слово. Мин, спасибо большое. Коллеги, всех приветствую еще раз. Поговорим сегодня про отель Хуваффенфуши. Буду рада поделиться новостями тем, какая сейчас скидка, тоже, наверное, самое важное, ну и пройтись, в общем-то, по всем пунктам, поэтому с удовольствием расскажу. Еще раз я вот как раз начала с того, что я представитель всей цепочки Universal, куда у нас ходят 8 отелей, они у нас в цепочке все очень разные, это Курамати, Доми Лайду, как я это, если коротко сказать. Вот, сегодня мы обсуждаем наш отель, который, скажем так, больше, ну, из всех остальных отелей прогремел громче всех в своей реновации, потому что отель Хуваффенфуши, кстати, переводится он у нас как остров мечты, Хуваффен – это мечта, Хуваффенфуши – это остров. Естественно, мне очень хочется начать с того, чтобы, ну, даже не то, чтобы напомнить вам, я думаю, что вы лучше меня знаете этот отель еще с тех пор, особенно те, кто работает в туризме давно, потому что отель впервые появился в нулевых годах, я тогда работала еще в других совершенно отелях, поэтому к Мальдивам я не имела тогда отношения, поэтому есть вероятность, что вы его как раз вот знаете и помните, может быть, с тех времен, но, тем не менее, я как бы по фактам хочу пробежаться. Ну, во-первых, я напомню у нас расположение, да, где Хуваффенфуши, чтобы мы сейчас с вами сориентировались, где что, какого размера, и, собственно, расскажу, что с чего все началось, самое интересное. Остров у нас небольшой, Хуваффенфуши вообще исторически имеет такой, знаете, статус первого бутикового отеля на Мальдивах, он действительно первый бутик-отель, потом уже появлялись многие другие отели в данной нише, и, соответственно, уже Хуваффенфуши, да, он остался первым бутиковым, но был не единственным в итоге. Появился он в нулевых годах, сам остров небольшой, размер 150 метров на 350 метров, находится он где-то в 30 минутах езды на скоростном катере от Мали на северо-запад, это у нас северный Мали Атолл, едем мы всего 30 минут на лодке, 46 вилл, 5 ресторанов и так далее. То есть это такой как бы напоминалка о том вообще, что за, вот как это все дело выглядит. Входит и исторически, в общем-то, входит Хуваффенфуши в ассоциацию Small Luxury Hotels of the World, и когда он появился 20 лет назад впервые, как первый бутиковый, тогда еще никто толком не знал, а что такое Infinity Bustain, слово Infinity, вот Infinity Bustain, это был первый Infinity Bustain на Мальзивах. Потом это был впервые такой факт, что каждая вилла имеет свой бассейн, абсолютно все виллы острова, тогда их было 44, 46 у нас после реновации, у нас добавилось еще 2, сейчас тоже об этом обязательно расскажу, 46 вилл, все на тот момент 44 были все с бассейном, виллы обслуживали дворецкие, батлеры тоже для рынка, рынка тогда было немножко непонятно, неизвестно, что это такое, и в общем-то вот такие факты, как подводный спа на 9 метрах под водой, он до сих пор так и остался, тут ничего не изменилось, кстати говоря, 9-метровый объект под водой, это самое глубоководное помещение на Мальдивах, то есть те отели, которые вы знаете, которые имеют там либо номер, где можно переночевать под водой, либо ресторан, они менее глубокие, вот то есть у нас на Мальдивах получается, что спа отеля Хуаху и Куши, это самое глубоководное помещение, 9 метров под водой, плюс подземный винный погреб, который находится на 8 метрах под землей, я, кстати, его, скажем так, люблю по атмосфере даже чуть больше, чем подводный спа, потому что он, какое-то невероятное ощущение, что вот так глубоко достаточно, на 8 метров можно спуститься на таком небольшом острове под землю, подземный винный погреб, такое помещение, даже немножко, вы знаете, местами средневековые, особенно когда там, соответственно, идет подготовка встречи гостей, когда мы там делаем ужин, ставим такие, ну, то ли факелы, то ли свечи по лестнице, железная такая серьезная дверь, то есть абсолютное ощущение, что ты в каком-то вот, где-то в Европе находишься, и 6 тысяч бутылок вина вокруг тебя, круглое помещение, невероятное, кстати, забегу вперед, скажу, что мы в этом винном погребе после реновации теперь еще показываем кино, теперь это помещение подземное у нас используется как кинотеатр, это как раз такое, как бы из новостей, вот, то есть Хувафен Фуши, он был тогда, в общем-то, первым бутиковым, и сейчас он сохранил свои самые главные фишки, но при этом произошла глобальная, серьезная реновация, которая длилась, мы закрыли Хувафен в начале мая, и открылся он в конце октября 2023 года, то есть реновация у него произошла буквально вот несколько месяцев назад, она закончилась, я скажу, как и есть на данный момент, конечно, никаких шумных работ, строительных работ там уже давно нет, но вот на сегодняшний день еще есть некоторые виллы, которые находятся, расположены на воде, они еще не продаются, потому что туда еще не довезли какие-то элементы мебели, мебели, вот, поэтому это просто, ну, так, для информации, но в целом отель сейчас с конца октября уже, то есть несколько месяцев он полностью функционирует, он открыт, никаких шумных работ нет, но вот некоторые виллы, тем не менее, мы еще не продаем, просто так, для информации. Безусловно, отель по-прежнему это пятерка, люкс, такая бутиковая, у нас, кстати, из того, что сохранилось, виллы были отреновированы полностью, мы сейчас приближим обязательно по их фотографиям, что осталось неизменным, это у нас итальянский бренд Бельгия Фрете, это техника Бенкен Доловсон в виллах, и это Диптик косметика, Диптик, это парфюмерный, нишевый французский бренд косметики, совершенно потрясающе, я его обожаю, в больших таких серьезных банках, абсолютно у нас во всех номерах используется Диптик, и тут, кстати, меня тоже еще заинтересовало, кто делал реновацию, я думала, это какой-то дизайнер именитый, но выяснило, вот коллеги мне сообщили, что это была компания Блинк, я лично, правда, с таким названием, с такой компанией не знакома, но у них есть сайт, вот, и я изучила вопрос, они действительно, это компания, которая реновирует огромное, ну, скажем так, она как профессионала, вот в вопросах реновации отелей по всему миру, на Мальдивах, я знаю, что они делали что-то для Рахалс Мальдива, вот это просто для вас для информации, компания, которая, дизайнерская компания, которая делала реновацию в Акувафенфуши, называется Блинк, и вот она, в общем-то, в этой нише, такие они, большие профессионалы, так, на всякий случай, трансферы мы делаем 24 на 7, Акувафенфуши, тот отель, в который можно доехать достаточно быстро, за 30 минут, у нас в аэропорту есть лаунж, прекрасный, модный, небольшой, но очень такой стильненький лаунж, который мы предлагаем гостям, гостям для использования и по прилету, и когда во время отлета, то есть этот лаунж, который можно использовать в принципе, когда ты оказался в аэропорту, неважно, до заезда в Акувафен, либо после, происходит это так, что тебя приводят, встречает, естественно, коллега в аэропорту с табличкой Акувафенфуши, на всякий случай, стойка цепочки Universal Resource, включая Акувафенфуши, это стойка номер 5, а это в аэропорту для тех, кто вдруг, внезапно, я не знаю, не нашел этого человека, встречающего, то стойка номер 5, это наша стойка в аэропорту, общая для всех отелей Universal Resorts. Дальше происходит, гости провожают в лаунж, буквально пятиминутное ожидание, потому что лодка, на самом деле, уже гостей ждет, но за пять минут успеваешь выпить воду и посмотреть вокруг, там очень стильные такие черно-белые картины в лаунже, и вообще лаунж, наш Акувафенфуши, который, он принадлежит, естественно, этому отелю, то есть это чисто лаунж наш, гость ожидает лодку, потом проходит на лодку, на лодке у нас дают водичку, естественно, бесплатный Wi-Fi, который легко подключается, и предлагают браслеты от укачивания, если кого-то все-таки укачивает. Лодка, тут мне сложно гарантировать, вообще у нас есть своя лодка, просто бывает, не знаю, сталкиваешься, действительно, лодка отеля может там немножко поломаться или что-то не так, предоставляют замену, но в целом наша лодка, она такая, это прям яхточка с кожаными сиденьями, то есть очень такая, очень приятная, очень приличная. Так, это то, что в общем в целом. Давайте, да, давайте посмотрим, немножко пройдемся по номерам, я просто хочу вас ознакомить с тем, как они поменялись. У меня была еще такая маленькая презентация. Коллеги, любую информацию, которая вам нужна, вы можете запросить либо у компании Интур, либо у меня, я вам с удовольствием пришлю, есть всякие тоже и фактшиты, есть ссылки с фотографиями, которые мы поделимся с вами сегодня, что-то успеем даже посмотреть, что-то, Марин, да, попрошу скинуть в чат, будет здорово, вы можете просто взять из чата ссылку на фотки, которые вот буквально появились совсем недавно. Какой-то, вы знаете, серьезной такой съемки, фото, либо такого, чтобы уже все в категории после реновации отфотографированы, такого еще, к сожалению, нет, но мы, это происходит вот сейчас на каждодневной основе, в общем-то, что-то появляется постоянно. И, коллеги, вот начну, условно говоря, с конца еще, хочу сразу подчеркнуть, что сейчас, у нас сейчас с вами февраль, действует сейчас спецпредложение, учитывая, да, то, что отель был не так давно открыт после полной реновации, минус, сейчас действует минус 35% скидки на питание Bed and Breakfast, плюс еще 35% скидки на апгрейд пилана питания. В общем, проверяйте цену у компании Intour, минус 35, там единственное, что условие забронировать нужно до 29 февраля, а сейчас у нас уже февраль, поэтому нужно поторопиться, а проживание там аж до конца сентября 2024 года, то есть весь низкий сезон и весь ближайший сезон, то есть проживание от сегодняшнего дня до конца сентября, а забронировать нужно до конца февраля. Скидка будет минус 35%. Между нами, говоря, я так предчувствую, что скидка будет продлена, во всяком случае, не знаю, насколько мы в таком же размере или нет, но думаю, что после 29 февраля все равно какая-то скидка будет у нас продлена. Я в этом уверена на 90%. Но пока я не могу этого гарантировать. Пока у нас до 29 февраля можно вот такую скидку взять аж до конца сентября. Она действует 35%. Так, ну что, давайте посмотрим, что вообще у нас теперь выглядит ситуация. Теперь у нас 6 категорий номеров. Пока вот хочу в целом сказать, раньше было 7, одну мы полностью убрали. Теперь у нас 6 категорий, 3 из них на воде и 3 из них на пляже. Таким образом они расположились. То есть самая стартовая, начальная категория у нас теперь, вот ее сейчас даже, возможно, кстати, фотографии ее и нет, пока просто послушайте. Начальная категория в отеле теперь лагун бунгало. Их 12 штук. Лагун бунгало находится на воде, их 12, и смотрят в лагуну на рассвет. Вот таким образом. Они по 130 квадратных метров. Дальше, вот то, что сейчас вы видите на кадре, это делюкс бич бунгало, которых у нас 16 штук. Может быть, кто помнит, были еще до реновации была такая категория, как бич бунгало. Их больше нет. У нас все пляжные категории. На пляже осталось, по сути, три категории. Делюкс бич бунгало, трехспальная вилла теперь у нас есть, и двуспальная вилла. Все, то есть трехспальная вилла одна, двуспальная вилла одна, и 16 делюкс бич бунгало. Вот тут, кстати, на этом кадре я хочу сделать акцент, остановиться. Делюкс бич бунгало, помимо того, что, во-первых, там два бассейна, их 16 штук. У них у всех хороший вход в воду, но вообще тут касательно пляжа, тут я думаю, что не только я об этом знаю, а все, кто бронировал когда-либо Хуваффенфуши, либо жил в нем, останавливался там, вы знаете, что вход в воду очень хороший по всему периметру, и вообще невероятная картинка для глаза, там нет никаких волнорезов у нас в Хуваффенфуши, у нас с одной стороны лагуна, с другой прекрасный риф, о котором мы тоже поговорим, но до рифа у тебя тоже хороший вход в воду, хороший как бы песок и комфортно купаться. Я сама жила с разных сторон и на воде в Хуваффенфуши Вот то, что касается Делюкс Бичбунгала, здесь я хочу, я сейчас покажу, обязательно будет кадр, где видно, как изменился бассейн, а тут перестроили вообще очень много всего, и бассейн поменялся, но в ванной комнате, вот давайте вернемся еще посмотрим в ванную комнату, здесь у нас, обратите внимание, этого не было раньше, стоит полностью стеклянная стена, мы в Делюкс Бичбунгала в ванной комнате построили здесь стеклянные стены, вот эти стеклянные, точнее разделительные стены, то есть теперь есть кондиционированная часть ванной комнаты, а есть некондиционированная, до того, как эта стена была, это было единое пространство, оно было некондиционируемым, залетали всякие, ну не знаю, условно говоря, мошки какие-то могли, если ливень вдруг лил, то он мог тоже как бы стильно затечь в помещение само, условно говоря, когда красишься, готовишься, одеваешься к ужину, можно немножко спотеть, простите, поэтому в общем-то плюсы, одни плюсы от того, что построили в общем-то вот эти стены стеклянные и разделили, теперь есть, вот ты входишь в ванную комнату, у тебя сначала кондиционированное помещение, в котором есть ванная, которую вы видите на кадре, в которой есть душ, на этом кадре не видно, но тем не менее, и выходишь на улицу, соответственно, к бассейну, потому что в ванной комнате в Делюбунгово у нас везде обязательно бассейн, и там тоже еще душ под, соответственно, открытым небом, среди кустиков, на камушках. Здесь была поменена вся сантехника, все абсолютно, вот ремонт был, коллеги, не косметический, ремонт был глобальный, поэтому тут, помимо того, что выстроили эту стену, поменяли всю сантехнику и так далее. И вот посмотрите, теперь следующий кадр бассейн, который, сейчас там еще на плане тоже обращу ваше внимание, вот если, может быть, кто знает или помнит, фронтальный вот этот бассейн в Бунгало, в Кувахен-Фуши, они были квадратные такие, встроенные в террасу, этот квадратный встроенный в террасу бассейн был вообще удален и был построен новый бассейн, который, вот можно, кстати, следующий кадр посмотреть, такой план, на котором видно, что бассейн, вот обратите внимание, уже терраса, она полностью, на нем просто стоит мебель, терраса уже без бассейна и бассейн вытягивается вот туда, к океану. Вот, собственно, план Делюкс Бич Бунгало, таких у нас, подчеркну еще раз, 16 штук. Максимальное размещение в Делюкс Бич Бунгало три взрослых, либо два взрослых и один ребенок, дополнительный человек, вот этот третий человек выбирает, либо спит на софе, либо на дополнительной кровати, оба варианта возможны, дополнительная кровать, у меня даже где-то есть ее размеры, но, коллеги, прошу прощения, не перед глазами, это абсолютно подходящая кровать для взрослого человека. Если что, размеры посмотрю, скажу вам. Вот, то есть можно выбрать дополнительному человеку, он может выбрать либо спать на софе, тогда как бы лишней мебели просто нет, в основной вот этой комнате, либо если лишняя мебель не смущает, соответственно, можно выбрать вариант дополнительной кровати, и она ставится уже непосредственно в спальню, в спальную комнату. И еще раз, два бассейна, фронтальный бассейн был полностью изменен, он был быстро и заново, удален предыдущий бассейн, косметика, еще раз, диптик, Бенкен Долусон техника, белье для, постельное белье итальянского бренда Фрэпто, то есть все у нас тут в этом смысле в плане брендов не изменилось, но полностью был сделан ремонт. И вот третья, да, третья категория, которая у нас находится, она третья по сути, но она, скажем так, вторая на воде, Ocean Bungalas Bassane, одна из моих, кстати, любимых категорий, тоже, обратите внимание, все было, там даже несколько фотографий у данной категории, их у нас 12 штук, они все смотрят в океан, именно в океан, не в лагуну, и все смотрят в сторону заката. И что мне в них нравится, очень высокая приватность, то есть ты, выходя даже на террасу, ты не видишь своих соседей, под ногами у тебя, назовем это так, дно частично песчаное, частично с кораллами, тут я как бы об этом говорю на всякий случай, то есть там действительно много всяких, есть и камушки, и кораллы, но и песка тоже достаточно. Я купалась без тапочек, перешагивая где-то, обходя эти кораллы, и под водными виллами вообще в Хулафенфуши очень много курсирует различных, я прямо вот называю это курсирует, потому что они действительно куда-то плывут, много живностей, скаты, черепахи, рифовые акулы. Я еще, кстати, очень рекомендую рассматривать категорию оушен бунгало для тех костей, кто хочет самостоятельно, кто любит вообще риф, кто хочет плавать на рифе, оттуда очень удобно стартовать, начинать, потому что риф как раз начинается примерно от оушен бунгало и идет вдоль всего острова с южной стороны, это получается дата как бы южная сторона и юго-западная. И, соответственно, у нас гости выбирают эту категорию, когда хотят самостоятельно делать сноркин, что очень удобно, в общем-то, начать оттуда. Это третья категория. Вот посмотрите тоже, вот я помню ванную комнату в оушен бунгало, может быть, кто-то тоже помнит. У меня есть такая, кстати, отдельная презентация, если кому-то интересно, я с удовольствием ее пришлю, она прям такая коротенькая, но там есть фотографии до и после, прям расположенные друг рядом с другом. И вот здесь в ванной комнате здесь стояла посередине такая немножко, на мой взгляд, нелепая, большая джакузи. В общем, ее полностью убрали, сделали классическую красивую ванную комнату и саму ванную, поэтому обратите внимание на вот, для тех, кто знал и помнил. Вообще, Хуаффен Фуши был в таком в стиле сделан. Я даже не знаю, как назвать этот стиль, но это было модно в нулевые годы. И, в общем-то, есть гости, которым нравился тот стиль, но самая большая такой концерн, самая большая жалоба была, что отель прекрасен, расположение прекрасное, трансфер на лодке, такой прекрасный сервис и так далее, питание и риф и так далее, а вот виллы очень сильно устарели. Поэтому, в общем-то, как раз я очень рада тому факту, что Хуаффен Фуши прошел через аж полугодичную реновацию. Вот так выглядит внешне теперь у нас Делюс Бичбунгл. Обратите внимание, тоже сменился немножко, такая палитра отеля сменилась на бежево-коричневую-зеленую, оливковую даже. Давайте пойдем дальше, посмотрим еще некоторые фотографии новых интерьеров. Кстати, 2-bedroom бичхаус, про него, что это бывший кьюб, кто помнит такую категорию, которая называлась куб, кьюб, тоже у меня был такой интересный опыт, когда я жила в этой вилле и была, да, действительно, все дорого-богато-красиво, два этажа, 800 квадратных метров, приватный пляж, там даже на пляже стоят такие по бокам таблички, что это privacy-privacy, то есть это тот формат, где гости у тебя другие по пляжу мимо не проходят, потому что там прям такое как бы обозначение, что этот пляж приватный, это в повышенных категориях у нас у обеих, и у бывшего кьюба, и у трехспальной виллы пляж приватный, но здесь была немножко странная логистика в самой вилле, потому что спишь на втором этаже, стояла кровать посередине комнаты, далеко от всего, у тебя там же под правой рукой от кровати стояла джакузи, хамам и сауна, то есть немножко было странно. Теперь мы переименовали эту категорию в two-bedroom beach house. Марин, я прошу еще предыдущий кадр, потому что у нас у некоторых еще категорий вилл нет полноценной фотосессии. Вот two-bedroom beach house пока у нас не сфотографирован, поэтому презентация еще очень скоро поменяется опять. Так вот, бывший кьюб переименовался в two-bedroom beach house, он по-прежнему в 700 квадратных метров, теперь там обе спальни находятся на втором этаже. На первом этаже, кстати, там тоже стояла какая-то непонятная кровать посреди гостиной, то есть было все странно, теперь мы это забываем. В этой категории две спальни на втором этаже, на первом этаже никаких непонятных кроватей больше не стоит, на первом этаже полноценная гостиная комната и полноценная кухня с красивым широким таким с красивым выходом к бассейну, поэтому теперь все логично, Теперь обе спальни на втором этаже. Идем дальше, посмотрим вот эти наши павильоны, которые теперь у нас, кстати, почему у нас 46 вилл, теперь они 44, потому что мы отстроили заново с нуля еще два двуспальных павильона. В Хуафан Куши уже было два двуспальных павильона, теперь у нас 4 вилла в данной категории. Это двуспальные павильоны расположены на воде. Когда проходишь все водные виллы, стоят такие ворота деревянные, и в них, соответственно, свои карточки можно открыть. Правда, ты там не ходишь, в основном, конечно, ездят баги по острову, тебя возят. Кстати говоря, баги, все баги, все машинки Хуафан Куши закупил новые. Они стильные, модненькие, прям такие беленькие, то есть баги все полностью новенькие у нас в отеле сейчас. Так вот, на расстоянии в 500 метров, а это прилично, от берега находятся вот эти наши двуспальные павильоны. Теперь их 4 штуки. Два из них смотрят в океан, два из них смотрят в лагуну. Полная приватность, они оба у нас двуспальные, и вот как раз-таки как выглядит спальня. Давайте посмотрим, как выглядит основная спальня вот сейчас на кадре. И вторая спальня у нас имеет две раздельные кровати. То есть, в принципе, эти павильоны, конечно, сейчас следующий кадр, вот будут две раздельные кровати, пока вот на нем остановимся. Как раз-таки подразумевается для детей. Естественно, если ваша семья, ваши гости хотят разместиться здесь с детьми, то нужно будет подписать, как обычно, документ на эту тему. Не знаю, насколько семьи любят размещаться на воде, но тем не менее, вот у нас таким образом получилось, что в Куафен-Фуши всего сейчас 5 двуспальных вилл. Одна двуспальная вилла на пляже, это бывший Кьюб, и 4 двуспальные виллы на воде на расстоянии в 500 метрах от берега. С высокой приватностью очень. Они, кстати говоря, у них сделаны немножко по-разному бассейны. Две виллы имеют такой продолговатый бассейн, который начинается прямо у тебя в гостиной комнате. В него можно уже, в общем-то, занырнуть, главное, ночью случайно там, хотя там все подсвечивается, вот, не упасть. То есть ты заныриваешь в гостиной комнате, выныриваешь снаружи, а два новых павильона, которые мы строили с нуля, они уже имеют другой бассейн. Он находится только на террасе снаружи и имеет такой панорамный вид, потому что он полукруглый, достаточно такой открытый и панорамный. Так вот, да, посмотрим еще сейчас несколько фотографий, Марин, я прошу прощения, да, что приходится ассистировать. Вот так вот ванная комната, обратите внимание, в ту-бэдрум-павильоне они все у нас в ванной комнате примерно одинаковые. И вот так выглядит ту-бэдрум-павильон, которых у нас, еще раз повторюсь, 4 штуки теперь на воде снаружи. И вот дальше будет, по-моему, план должен быть. Да, давайте сейчас вот один момент, я хочу сделать остановку, проговорить, что у нас вообще входит в проживание, да, пока я об этом не забыла. Сейчас у нас для гостей, вилл всех, входит, естественно, у нас есть личный дворецкий, который, теперь у нас мы их, правда, переименовали в дриммейкеров, не знаю, насколько это принципиально, нет. Я, кстати, напомню, что у Хулафа и Фуши никогда, с самого начала никогда не было стойки ресепшн. Вообще такой стойки нет, такой службы нет, все происходит, личный дворецкий встречает, непосредственно забирает гостя, когда гость приезжает, отвозит на баги в виллу. Вся регистрация и выписка, все это происходит, достаточно быстро происходит прямо в вилле. Кстати говоря, что мне еще нравится, что полностью, практически полностью сохранилась команда. После реновации у нас вот, мы не можем тоже сказать, что это полностью новый отель, потому что команда та же самая, единственное, что был сделан ремонт, поэтому тут не нужно пугаться того, что отель, скажем так, привыкает и так далее. Команда та же. Главное, что тот же самый генеральный менеджер, который находится у нас уже, ой, наверное, лет 15-16 он работает на отель. Вот он такой хозяин, поэтому он держит, в общем-то, команду. И команда у нас не изменилась. Тоже немаловажный факт. Так вот, что у нас входит? Соответственно, лаунж мы поговорили, гость приезжает. У каждого гостя дворецкий, у каждого гостя, гость может использовать и по прилете, и во время отлета наш лаунж, который находится в аэропорту, это бесплатно. Каждому гостю, приезжающему сейчас в Хуваффен Куши, мы ставим в номер обязательно бутылку французского шампанского во время по приезде. Также включены в проживание все нематеризированные виды спорта, независимо от типа питания, в проживании всегда включен каяк и сап, так называемый. Шесть дней в неделю по утрам, достаточно рано утром, не семь дней в неделю, а шесть дней в неделю у нас есть вариант такой, как бы, групповой йоги, это тоже бесплатно для всех гостей. Фрукты, каждый день фрукты, свежие фрукты в виллу, это тоже включено. И включено оборудование для снорклинга. Еще дополнительно для тех вот повышенных категорий, как раз для нашего 2-bedroom бичхауса, который бывший кьюб, для трехспальной виллы, про которую сейчас тоже еще отдельно не договорила, по ней отдельно скажу, и для павильонов на воде, то есть для вот этих трех повышенных категорий у нас также еще есть меню подушек. Помимо того, что я уже принесла, еще включено, можно выбрать себе, соответственно, подобрать подушку, меню подушек, сервис распаковки, упаковки вещей, один раз коктейль во время заката на двоих, завтрак можно заказывать без дополнительной платы в виллу, соответственно, стирка вещей и... Пам-пам-пам-пам-пам, прошу прощения. И также еще приватный трансфер на лодке туда-обратно, то есть как бы тебя встречают уже, можно не с кем-то из гостей ехать, если также кто-то еще заезжает в Кулак и Куши, а для повышенных категорий у нас бесплатно идет приватный трансфер из аэропорта и обратно в аэропорт. Вот это еще дополнительно. Вот, вот такие небольшие плюшки у нас для гостей. Что... так, давайте, да, по-моему, здесь сейчас, Марин, попрошу следующую фотографию. У нас, по-моему, да, вот пока, по-моему, одно фото, если я не ошибаюсь, у нас как только будут еще дополнительные фотографии, я сообщу, но, тем не менее, теперь в Кулак и Куши есть трехспальная вилла, такого у нас до этого тоже не было. В трехспальном размещении в Кулак и Куши не было. Две спальни в трехспальной вилле находятся у нас на втором этаже, и третья спальня находится на первом этаже. Пока дополнительных фотографий, дополнительной информации у меня об этой вилле нет, я помню только ее до реновации, она 800 квадратных метров, она расположена на юге острова со стороны рифа. Ход в воду там, насколько я помню, достаточно хороший, приятный такой, ну, но лагуна глубокая, то есть не лагуна, а вот эта вот до рифа, вот эта лагунка, она достаточно глубокая. Трехспальная вилла находится именно с той стороны, если нужно будет как бы на карте показать, я с удовольствием покажу вам ее расположение. 800 квадратных метров, две спальни на втором, одна спальня на первом этаже. Что касается детей, вот пока не забыла, хочу произнести. Исторически Хуафен Фуши менял концепцию туда-сюда, то он был только для взрослых, то так, то сяк. Сейчас уже какое-то количество лет он принимает детишек от нуля, то есть мы для детей открыты, но для детей ничего нет. И вы знаете, был еще до реновации такой небольшой детский уголок, но можно про него забыть, в общем-то детского уголка тоже больше нет. Поэтому Хуафен Фуши, конечно, в первую очередь стоит рекомендовать парам, либо семьям со взрослыми детьми. В крайнем случае бывают, конечно, такие у нас семьи, кто приезжает с маленькими детьми, но любят заниматься детьми, либо они приезжают с нянями и, в общем-то, помнят о том, что в Хуафен Фуши нет ничего для детей. Есть детское меню. Детское меню доступно, оно, правда, одинаковое. Одно и то же детское меню доступно во всех пяти ресторанах курорта. Кстати, на сайте huwafenfуши.com есть абсолютно все меню в каждом ресторане. Если зайти в раздел «Дайнинг», нажать на ресторан, нажать на меню, в общем-то, открывается полностью меню. Можно посмотреть и цены, можно посмотреть какие-то нюансы. Детское меню там тоже есть. Это так на всякий случай, как бы, можно этим тоже ресурсом, как сайт huwafenfуши.com тоже пользоваться. То есть детский уголок, к сожалению, мы убрали, или, к счастью, к сожалению, мы убрали полностью. Это то, что касается детей. То есть, по сути, есть только детское меню. Давайте пройдемся немножко по типам питания, по ресторанам. Типы питания, на самом деле, у нас остались те же. То есть нет в отеле huwafenfуши all-inclusive, его вводить не планируют. Максимальный тип питания – это фуллборд. Все остальные тоже есть. Есть и BB, соответственно, и хаффборд, и фуллборд. Сейчас я чуть подробно про них тоже обязательно скажу. То, что касается ресторанов. На самом деле, те же самые пять ресторанов, они единственное, что они проходили тоже такое, как бы, скорее, вот у них, скорее, была такая, более косметическая инновация. И один из ресторанов мы переименовали. И появился еще у нас новый такой лаунж, назовем его. Я, правда, к сожалению, еще после реновации, буду честна с вами, еще не была в отеле huwafenfуши. Я была только несколько раз до этого. Но за основным рестораном, среди деревьев, открыли новый лаунж. Называется он кардамон, в котором мы показываем кино. То есть, по сути, теперь у нас два места. Не было ни одного. А теперь два места, где мы такой, как бы, а-ля кинотеатр. Это лаунж кардамон, который за основным рестораном. И второе место – это подземный винный погреб, который мы тоже, соответственно, где мы тоже показываем кино. Вот на кадре сейчас у нас с вами Цельсиус, основной ресторан. Кстати, что мне нравится, что вот мои коллеги мне рассказали, что наконец-таки расширили буфетную линию, потому что объективно она была достаточно маленькой. Безусловно, на буфете у нас есть и игристое, и все сладкое, все холодное, все холодные закуски, все это на буфете. Горячее мы выбираем. Горячее у нас, соответственно, а-ля карт, горячее по меню. И вот как раз за вот этим основным рестораном, посреди деревьев у нас находится кардамон лаунж, которого вообще не было. Вот ресторан «Фольяне» – это бывший корна. Ну, в общем-то, идем дальше. Я хочу, Марин, да, если можно, прям несколько. Вот, собственно, тоже тут поменяли меню единственное, что в ресторане «Ро», который переводится как «сырое», его расширили. Это ресторан органической кухни. Вот это две вот такие вот крыши, две шапки. Это два ресторана. Между ними слева, вы видите, такой уходит, такая как бы терраска. Это здесь мы встречаем закат, она смотрит на закат. Такой общий лаунж для обоих ресторанов. Один из них называется «Солт», «Соль». И второй ресторан «Ро» органической кухни. Оба ресторана прекрасные. Для тех, кто судит за питанием, однозначно понравится ресторан «Ро». Для тех, кто любит японскую кухню, понравится ресторан «Солт». Оба ресторана, скажем так, топовые в отеле. Еще, кстати, пока не забыла, тут хочу к ресторанам сразу сказать, что Хватен Кушев всегда любил. И я думаю, что продолжит эту тенденцию. Отель любит коллаборации с шеф-поварами. Пригласит какого-то звездного повара. Звездный повар живет, производит, значит, меню для одного или даже нескольких ресторанов. Последний такой визит, который я помню до... Боже, он был, наверное, до реновации точно. Да, до реновации он был, конечно же... Это был такой шеф-повар московский Андрей Коробяк, у которого на Пушкинской площади есть ресторан «Юра». Он приезжал в отель «Хуафен Куши» и делал авторские меню для двух ресторанов курорта. И гости были, конечно, безумно рады, потому что это была такая высокая кухня, привычная для них, скажем так, особенно для гостей, естественно, из России. Поэтому я думаю, что мы продолжим эту тенденцию. По крайней мере, я слышала от нашей пиар-компании, что будут у нас шеф-повара, обязательно мы будем это анонсировать, потому что я думаю, что это такой тоже пункт для привлечения ваших гостей. Вот он, тот самый подземный мой любимый погреб, где 6 тысяч бутылок вокруг тебя, совершенно сумасшедшее помещение. Наверное, если брать весь остров в целом, то если меня спросить, какое мое место любимое в отеле, это, наверное, вот этот подземный погреб, потому что он меня породил своей вот этой ощущением, что ты вдруг оказался, ты на Мальдивах, но ты вдруг где-то вот где-то в Европе, а потом опять на Мальдивах. Там холодно, там вот это ощущение средневековости, там мы теперь показываем еще, делаем кино, а теперь это как кинозал. Когда гости там, соответственно, находятся, мы предлагаем под ноги вокруг, под ноги кладем, предлагаем горячие камни, даем пледы, то есть там достаточно комфортно и очень-очень необычно. Идем дальше. Единственное, что сейчас давайте вот на этом вот остановимся, я проговорю быстренько типы питания, чтобы у нас это отложилось с вами. Три типа питания в отеле во время, соответственно, это включен завтрак, то гость идет на завтрак в основной ресторан «Цельсиус». Завтрак происходит там, частично он на буфете, горячее у нас а-ля карта меню. Если хавборд, то, соответственно, ужин у нас тоже включен в том же ресторане «Цельсиус» в основном, но можно ходить в любой другой ресторан-курорта с кредитом 65 долларов на человека на еду. Именно на еду, напитки, на напитки никакого кредита нет, и на любом типе питания напитки во время обеда и ужина будут за дополнительную плату всегда. Тут без вариантов. То есть еще раз на хавборде помимо завтрака будет включен ужин тоже в ресторане «Цельсиус» в основном. Но если хочется сменить, сходить в другой ресторан, то будет кредит на одного человека, точнее на каждого человека 65 долларов на еду. Если берем фуллборд, соответственно, добавляется еще туда ланч, то ланч происходит у нас бесплатно, он включен в ресторане, вот в этом итальянском ресторане «Полиане». Но если хочется опять же прийти в какой-то другой ресторан поланчевать, то будет кредит 30 долларов на человека, опять же, на еду. Напитки будут за дополнительную плату. Вот, если, коллеги, если вдруг что-то там не запомнили, во-первых, если что, обратитесь ко мне, я вам скину прям табличку с описанием типов питания. Если вот могу тут ошибаться или не ошибаюсь, то мне кажется, они также есть на сайте huakakusha.com, но либо, опять же, я вам с удовольствием пришлю. Так, идем дальше. Вот что хочу рассказать еще про наш подводный спа, который находится, напомню, на 9 метрах под водой. Это самое глубоководное помещение на Мальдивах. Это действительно факт. Здесь мы его еще используем для двух других функций. Это как ресторанчик, но это всегда за дополнительную плату. Максимальная вместимость в данном случае 4 человека, но я имею в виду, что это не будет 2 столика на двоих, это эти 4 человека должны быть как бы одной компанией. То есть у нас там один столик, максимум 2-3 или 4 человека, соответственно, за дополнительную плату. Что примечательно, что, конечно, когда темно, во время... Есть такая небольшая подсветка у кораллов, конечно, если вы знаете, то я думаю, что вы знаете, что когда темнеет, те, кто спал, те живности, те рыбы и все животные, кто спал весь день, выплывают, собственно, в темноте. Поэтому это такой незабываемый опыт. Вот такие ужины мы делаем под водой. То есть можно сказать, что есть у нас и, условно, и ресторан под водой. И третья функция у данного помещения, у нас есть свой морской биолог. У него, кстати, есть он, выращивает кораллы, за счет чего у нас... Мне кажется, за счет как раз благодаря биологу у нас есть на домашнем рифе цветные кораллы. Морской биолог, это тоже дополнительная... за дополнительную плату, делает либо приватные экскурсии, либо групповые экскурсии, оба варианта возможны. Когда темнеет, дает тебе специальные очки, фонарик. Там, кстати, тоже идут какие-то закуски и напитки в эту экскурсию. И рассказывает про... Соответственно, ты ходишь по вот этому подводному помещению, по подводному спа, подсвечиваются определенным образом, интересно, как необычные кораллы. И опять же, вот ты видишь, и тебе рассказывают про вот эту живность, которая проплывает, просыпается и выплывает в темное время суток, тем более, что это на 9 метрах под водой. Поэтому очень-очень интересно, необычно. Так, идем сейчас, коллеги, один момент. Идем дальше. Есть у нас на пляже по пути к водным вилам, там есть такая широкая часть пляжа. Кстати, раньше там кормили скатов, может, даже кто-то помнит. И до сих пор... Сейчас скатов не кормим, такой опции в отеле нет, но до сих пор они проплывают к, собственно, к этому пляжу. Видимо, какая-то генетическая память. На этом пляже мы тоже за доп. плату делаем какие-то, можем и свадебную церемонию провести, и делать вот такие ужины, когда сидишь ногами в яме, условно говоря, и стол у тебя на уровне с песком. Я обожаю эти ужины, они такие очень необычные, особенно интересно, когда днем вдруг проходишь, видишь, как люди, как работники отеля копают какую-то яму, не сразу понятно, до чего, что вообще происходит. Вот. Это тоже все за дополнительную плату. Я напомню, что остров не такой большой, поэтому у нас, еще раз, 150 на 350 метров, это не самый маленький остров Мальдив, но, тем не менее, достаточно такой небольшой, бутиковый и очень уютный. Сейчас я, кстати, мы будем... Мы сейчас вернемся к вашим вопросам обязательно, сейчас я закончу речь, и мы посмотрим, коллеги, ваши вопросы. То, что касается спа, в общем-то, не только, кстати, павильон есть на 9 метрах под водой, есть самые обычные павильоны, это к тому, что как бы не нужно пугаться у тех, у кого паустрофобия или боязнь еще чего-то такого находиться под водой, можно просто делать процедуру в обычном павильоне. Еще, кстати, очень мне понравился в Кулах и Суши тренажерный зал. Я обычно, когда рассказываю про отели свои, я вот вообще вот эти вопросы спа, тренажерный зал обычно опускаю, пропускаю, но тут не могу не сказать, тренажерный зал, он имеет панорамный вид, он стоит в лагуне. Вот это прям какое-то, насколько я обычно, несмотря на то, что занимаюсь спортом, я не делаю это в поездках практически. Вот там захотелось, там настолько красивый, красивый панорамный вид вокруг, что прям вот будете в Кулах и Суши, зайдите в тренажерный зал, вы поймете, о чем я говорю. Марин, есть ли там еще у нас какие-то кадры, просто эти данные? Вот 6 дней в неделю у нас бесплатно йога в 7.45 утра, кроме пятницы. Это происходит каждый день, кроме пятницы, в павильоне, на воде в 7.45 утра можно присоединиться к групповой бесплатной йоге. Так, ну что ж, вот так выглядит спа, кстати, посмотрите на него еще раз. Вот когда ты делаешь непосредственно массаж в этом помещении под водом спа на 9 метрах под водой, у тебя вот в этом дырка для лица, когда лежишь, под ней стоит зеркало под углом, специально, чтобы ты во время массажа, если ты не совсем уж там уснул, можно открыть глаза, открываешь глаза, и ты видишь в отражении в зеркале, оно стоит под специальным углом, как раз вот стену, стеклянную стену, и смотришь, наблюдаешь за рыбами, за животными и за кораллами. Так, ну что ж, кстати, не могу не сказать, тут нет этого кадра, к сожалению, но Хуафенфуши возвращает в оперейшн свою лодку Дони. Тоже это важная новость, потому что, может быть, опять же, вы помните лучше меня, когда-то в свое время у Хуафенфуши была лодка Дони. Дело в том, что она просто такая, там не только можно на ней поплавать, посмотреть на звезды, позавтракать, поужинать, провести свадебную церемонию. В этой лодке Дони абсолютно такая вот прям адаптивная, в общем, классная кабина, как называется, не кабина, боже мой, забыла, каюта, каюта, где можно полноценно переночевать. И вот Хуафенфуши, как бы, эта лодка, вот как только я три года назад присоединилась в компанию, уже эта лодка куда-то делась, сейчас ее наконец-то возвращают. Это настоящая деревянная, такого хорошего, добротного дерева Дони-лодка, на которой можно полноценно переночевать. Мне кажется, такой опции ни у кого нет на Мальдивах, кроме, по-моему, есть кто-то из отелей, у кого есть яхты собственные, на которые можно переночевать. Но все-таки яхта и Дони-лодка мальдивская, разница достаточно большая, поэтому имейте в виду, что Хуафнфуши, вот эту лодку наконец-то починили, наконец-таки они ее вернули, возвращают и вот скоро будет доступно. Я вот на данный момент не могу сказать, что прямо вот сегодня можно забронировать, но вот-вот мне должны об этом сообщить, Дони-лодка будет доступна и на ней можно переночевать. Не знаю, насколько это интересно может быть вашим гостям, но тем не менее такой, мне кажется, экспириенс очень тоже необычный. Идем дальше. Ну вот, собственно, карта, где она так для меня на данном экране достаточно далеко. Коллеги, данную презентацию мы с удовольствием вам предоставим. Также, Марин, давай, может быть, пробежимся по фотографиям новым, которые как раз-таки не по всем, но вот по той ссылке, где у нас вот самые новые фотографии. Есть еще одна ссылка, где кому нужно посмотреть поподробнее, как выглядит самая вот эта наша ходовая категория Делюкс Бич Бунгало, она отфотографирована коллеге полностью, со всех углов, со всех сторон. Есть отдельная ссылка, вот там 20 плюс фотографий одной вот этой категории Делюкс Бич Бунгало. Еще раз повторюсь, что фотографии пока существует не все. Вот давайте пройдемся. Это ресторан Солт, как раз был сейчас на кадре. Это вот свежие фотографии, которые мне коллеги прислали буквально недавно. Сейчас мы видим, на кадре был бассейн. Ну, давайте просто, да, пройдемся дальше. И эту ссылку с данными, вот тоже дрона может тоже поснимали что-то частично. Эти фотографии у нас есть как раз-таки уже ссылки на них. Предоставим с удовольствием. Риф, кстати говоря, пока не забыла, хочу сказать про риф. Риф Кваффен Куши один из моих любимых в цепочке Universal. У меня, правда, есть более любимые, сейчас не буду говорить, где. Риф, цветные кораллы есть, много черепах, много скатов, рифа Вахаку и различных рыб. То есть есть на что посмотреть. Я, правда, делала снорклинг с гидом, хотя я люблю больше одна, но разные ситуации бывают. В данном случае было с гидом. Риф не очень длинный, понятное дело, но безумно, вот несмотря на то, что это всего 30 минут на лодке скоростной от Мали, то есть северный Мали Атол, который, по идее, ну, как бы, скажем так, свои в жизни вот самые бомбические риф и вообще кораллы я видела около экватора на юге Мальти. Вот, здесь риф, конечно, цветных кораллов не очень много, но они есть, но по живности прекрасно, прекрасно риф, тоже вот этот вот обрыв, вот этот темно-синюю бездну, вот эта подводная скала впечатляет, почему такая какая-то прям повышенная прозрачность воды, особенно в хорошую погоду, поэтому снорклинг однозначно на все 10 из 10 баллов. Так, да, Марин, посмотрим еще некоторые фотографии, вот как раз их не очень много, коллеги, они у нас появляются практически каждую неделю, что-то новенькое появляется, и еще расскажу, что есть отдельная ссылка с большим количеством фотографий конкретной категории Deluxe Beach Bungal. И вот данную ссылку с фотографиями, которые сейчас листаются, мы тоже вам с удовольствием с вами поделимся. Коллеги, давайте пробежимся по вопросам. Так, очень хороший, кстати, вопрос, очки для снорклинга с диоптриями. Пока этот вопрос у меня впервые, я с удовольствием для вас это уточню. Есть вероятность, что вполне может быть, но я не могу ответить на этот вопрос, потому что я его, как бы, впервые его задают. Очень интересный, необычный вопрос. По поводу мусоросжигательного завода. Вы знаете, вот именно находясь в отеле Хуваффенфуши никакой завод точно не виден. У меня это часто вопрос возникает касательно отеля Велосару, который у нас находится в Южном Мале Атоле, из которого в свое время был виден мусоросжигательный завод, который уже больше года назад был закрыт. А именно из отеля Хуваффенфуши вообще никакой не виден, поэтому тут я даже не знаю, никакого завода не видно. Абсолютно точно на 200%. Иначе гости, которые проживают сейчас там у нас активно, отель продается уже с конца октября, уже, естественно, ко мне эта информация пришла. Никакого завода 100%. И не было до, то есть, нет, завода никакого не видно. Жилые острова, есть какие-то зелененькие острова, которые видно, но жилых островов с острова Хуваффенфуши не видно. Так, подводная экскурсия с биологом, да, она у нас, к сожалению, на английском языке, потому что морской биолог, он не русскоговорящий. Русскоговорящий, кстати, персонал сейчас в отеле есть, по-моему, их даже вот пару человек. Есть у нас русскоговорящий батлер, если я сейчас не ошибаюсь, и второй человек, это, по-моему, кто-то из отдела F&B, из официантов. Но тут, коллеги, я всегда вам советую, если у вас прямо потенциально бронь, обратитесь ко мне, я уточню у коллег актуальную информацию, потому что, особенно то, что касается персонала, особенно русскоговорящего, ну, не то, чтобы текучка есть, но на маленьких островах текучка повышенная, люди приходят, иногда уходят, поэтому тут уточняйте конкретные даты, может быть, чтобы я вам четко ответила на вопрос, да, ваши даты будут такой-то русскоговорящий, вот кто-то из персонала. Сейчас есть, на сегодняшний день, вот на середину февраля, но всякое может, все может поменяться. Для пары с подростком и хорошим пляжем, одноэтажный вариант типа One Bad. что взять? Однозначно, любой, вот все по периметру у нас Делюкс Бич Бунгало, вообще абсолютно классная категория, и вход в воду хороший, это как бы прям вот, это наша не минимальная, это вторая категория, если брать нашу такую ценовую сетку, потому что самая стартовая теперь категория у нас на воде, это Лагун Бунгало, но Делюкс Бич Бунгало, их у нас 16 штук, поэтому однозначно смотрите Делюкс Бич Бунгало, и пляж хороший, и вход в воду хороший, и приватность прекрасная, и еще раз напомню, что можно выбрать кровать, можно для подростков взять софу, ее накрыть, у меня, по-моему, где-то в телефоне есть фотографии, как это выглядит, либо полностью, полноценная дополнительная кровать, которую принесут и поставят. Вот размер софы и, коллеги, вы знаете, я сейчас залезу в свой файлик, у меня просто на цифры не очень хорошая память, у меня это все записано. Так, основные конкуренты по цене-качеству, очень хороший, Оксан, вопрос. Сейчас я на него отвечу, знаете, как отвечу? Отвечу я тем, как мне отвечают, собственно, сейчас скажу, дело в том, что если вы понимаете, что мнение у самого отеля по поводу своих конкурентов и мнение у рынка, у продающих, скажем, операторов, может быть очень разное. Вот один из операторов мне сказал недавно следующее, они считают, что я не вижу конкурентов, к сожалению, я не могу оценить. По мнению одного из известных операторов, основные конкуренты у Хуафенхуши это отели Анантара Кихава, Наутилус, Наладу, Private Island, Амила и Милайду. Милайду, кстати, принадлежит тоже цепочке Хуафенхуши, ой, цепочке Universal Resorts, прошу прощения. Милайду как раз-таки, так как он в рамках цепочки, я его видела. Я бы сказала, что по уровню, да, по стилю, конечно, нет, Милайду такой весь модный, супермодный, люксовый, безусловно, Хуафенхуши, он прям бутиковый-бутиковый и даже более приватный, чем Милайду. Тут очень сложно сравнить, но, наверное, в целом можно их отнести в одну конкурентную сетку. остальные отели, это вот, опять же, повторюсь, это я повторяю слова одного из операторов. Так, при этом, сейчас, момент, ну, сам отель считает, что его конкуренты, опять же, кстати, сам отель мне называл и отель на ладу Private Island, тут совпадает, Анантаро Кихава, а также Хуафенхуши считает своим конкурентом One and Only, с чем я, как бы не соглашусь, поэтому тут вот, что могла вам рассказала, мне сложно самой сравнить, но, тем не менее, тем не менее. Так, идем дальше, посмотрим вопросы. Нин, посмотри, пожалуйста, если есть какие-то еще вопросы, может быть, я какой-то не заметила. Deluxe Beach Bungal имеет гостиную и спальню или одну комнату? Мы можем, кстати, вернуться на этот кадр, там одна спальня, она достаточно просторная, в ней, то есть, если у нас три человека живут до любви в углу, они живут вместе в одном пространстве, там нет отдельной гостиной комнаты, это единственная просторная спальня, из которой есть выход на террасу и на бассейну своему, а за спиной там есть такая стенка, за которую ты еще заходишь, и уже за этой стенкой такой небольшой как бы условный коридорчик, и за ним вход в ванную комнату, вот в ванную комнату мы сейчас разделили пополам на кондиционированное и некондиционированное помещение, но сама вилла Deluxe Beach Bungal это одна по сути спальня, поэтому размещение максимальное, либо три, либо два плюс один, вы знаете, иногда в очень редких случаях, прям совсем редких, это должна быть очень низкая загрузка в отеле, мы даже можем, ну было такое пару раз при мне, когда два плюс два мы селили в Deluxe Beach Bungal, но вообще по контракту прям очень строго у нас там все-таки максимально три человека. Обратите внимание на ссылки у нас, которые есть в чате, которые вы можете взять себе, и даже может быть Марина может скинуть ссылку на данную презентацию, потому что она достаточно информативная, там есть всякие циферки. Сейчас. Есть еще вопросы? Значит, расстояние между бунгало на суше и между водными вилами. Я могу только визуально сказать, у меня нет цифр между, опять же, смотря как мерить, если смотреть по, вот если я стою на пляже и смотрю на пляжные бунгало, между ними, наверное, метров 10, так вот, 10-15, наверное, по моим таким вот глазомер мой. Но я могу, я, конечно, мои коллеги удивятся таким вопросом в плане, что у них нет сразу ответа и нужно будет идти мерить, потому что, признаюсь честно, мальдивские коллеги мои, они не, ну, как бы, не имеют таких данных. Вот, но я могу это с удовольствием запросить. Визуально расстояние достаточно 10-15 метров между ними кусты, причем кусты такие, они и в ширь, и в длину. Приватность в Хуафне такая, что я помню, что вот, условно говоря, когда ты стоишь около своего бассейна, около своей, вот ты вышел через террасу, на свою террасу, через двери, и стоишь около бассейна, можно практически раздеться вот просто догола, потому что понимаешь, что просто вот максимальные джунгли вокруг тебя. Приватность очень высокая, то есть вот это ощущение приватности там у нас прям присутствует сильно. Но в метраже я с удовольствием спрошу коллег, они пойдут мерить, надеюсь, вот, и скажут нам, потому что пока у меня вот таких данных нет, я чисто вот своего просто помню визуально. На воде, на воде подальше, на воде подальше, но тоже сейчас вот цифру точно я, конечно, не назову. Есть ли еще какие-то вопросы? Я просто как раз сейчас себе еще и запишу вот эти интересные вопросы. с бассейнами. Значит, сели бунгало с двумя бассейнами. Раньше у одних был бассейн спереди, у других сзади. Видимо, имеется в виду, сзади это тот, который в ванной, да? Который в ванной, разделена на две части, а спереди, который с стороны океана. Вот как сейчас это устроено? Сейчас Deluxe Beach Bungal все одинаковые, их 16 штук, они сравнялись. Они специально, Хувафин, вот он сделал такую реновацию, что он эту категорию, он там взял две категории и их сделал теперь единый. И у каждого Deluxe Beach Bungal теперь два бассейна. Один в ванной комнате, а второй вот по дороге к океану. И причем этот по дороге к океану, он раньше был не таким, как сейчас. Он был квадратиком, таким маленьким условным бассейном, который был внедрен прямо в саму террасу. Этот бассейн удалили полностью, теперь полностью терраса. Марин, может быть, если есть сила перемотать вот к тому кадру, где у нас план Deluxe Beach Bungal, это там ближе к началу, удалили тот бассейн. Теперь вот терраса полноценная и бассейн. Абсолютно все Deluxe Beach Bungal теперь одинаковые. 16 штук, это такая вот единственная категория. Собственно, на пляже больше, кроме трехспальная вилла, одна, двуспальная вилла, одна, и 16 Deluxe Beach Bungal с двумя бассейнами. Один в ванной и второй полноценный бассейн, фронтальный, скажем так, или как мы называем, по дороге к океану. Также, кстати, у нас Кайтсерфинг. Если я сейчас вспомнила Хуакенфуш, это так к слову. Так. Сейчас я тоже посмотрю. Там есть кадр, да, Deluxe Beach Bungal прям план, вот на плане очень хорошо видно. Они все сравнялись, то есть можно забыть полностью бывшую, вот до реновации была одна вот разблюдовка вилл, скажем так, теперь другая. Теперь вот, вот он, вот он, вот он так выглядит внешне этот бассейн, внутри бассейн ванной, они все одинаковые, все 16 Deluxe Beach Bungal абсолютно одинаковые. Вот так выглядит один бассейн, второй бассейн выглядит вот на кадре сейчас вот здесь. Вот так это все видно на плане. И вот здесь, как и видно, в принципе, что здесь одна единственная спальня, спальня, можно присмотреться, вот посередине стоит кровать, терраса, вот она с мебелью и бассейн фронтальный, и сзади, за кроватью, у тебя там не просто кровать заканчивается и все, там стена, прям такая стенка, за нее ты заходишь и уже заходишь в ванную комнату, которая тоже теперь разделена еще на два пространства, кондиционированная и на улице, с бассейном и с душем. Вот так, сейчас я прошу прощения, я еще подсматриваю свои какие-то, я созваниваюсь периодически с коллегами и узнаю у них, есть ли что-то новое. Ян, вопрос про глубину лагуны, где нормальный вход в воду во время прилива, во время отлива. Можно ли там плавать, не задевая кораллы для тех, кто не любит снорклинг? Да, во-первых, задевать кораллы мне вообще не приходилось. Объясню почему, потому что до них еще расстояние. Если мы берем в сторону рифа, то до начала, до того, как начнутся вот эти темные кораллы, у тебя как бы внизу под водой ну метров, метров 6-7, может быть, даже 10. То есть у тебя сначала бирюзовая лагуна и она, кстати, достаточно глубокая, то есть тоже была лагуна. У меня рост средний, 165 сантиметров, я плавала совершенно спокойно, ни за что, даже если там есть, за что задеть, не задеваешь. То есть тут я даже хочу подчеркнуть, что если приезжаешь предположим, с очень маленькими детьми, глубоковато. Хувафан, он такой, лагуна у него по всему периметру достаточно так раз-раз-раз и глубокая. То есть нет такого, что ты долго идешь. Она скорее глубокая, чем не глубокая. И со стороны лагуны вообще все прекрасно. То есть там бирюза бесконечная, со стороны рифа у тебя такой, как бы метров 6-7-8, у тебя бирюзы и потом начинаются кораллы. Но если ты уже плывешь над кораллами, ты там никак не задеваешь, даже в атлифт. То есть до них достаточно глубоко. Поэтому в этом смысле мне понравилось, что и тем, кто плавает, не любит никакие кораллы, комфортно. И тем, кто хочет к рифу, тоже спокойно доплыл, плывешь над рифом, все здорово в этом смысле. Напомню, что все оборудование для снорклинга, оно абсолютно бесплатное. У нас, кстати, есть дайвинг-центр на всякий случай. Все для дайверов есть абсолютно по списку, просто все возможные сервисы, но там нет у нас русскоговорящего персонала, так на всякий случай, в дайвинг-центре. Но для дайвинга все есть, безусловно. Потому что вокруг Хуаффенфуши порядка, ну, больше, более 20 спотов для дайвинга. То есть там есть, что посмотреть, есть, что предложить нашим гостям, если они, соответственно, дайверы. Так, вопрос по компоновку номеров. Видишь, вот последний вопрос. Значит, пляжных ван-бедрум не существует. Есть в Лаксбич-бангло, где вот сейчас ты показала один, одна жилая зона, единая. И следующая категория это ту-бедрум, где две спальни и гостиная. Нету варианта спальня и гостиная. Правильно поняли тебя или нет? Такого варианта нет. Нет, подожди. Посмотрите, давай вернемся, Марин, вернемся к плану делюкс. Господи, боже мой, третья категория, которая у нас, оушен, оушен-бунгло. Мы говорим про пляжные виллы. Про пляжные нет, все. Мы все правильно поняли, да. Пляжные, только, да, совершенно верно. На пляже стоит трехспальная вилла, двуспальная вилла и вот эти делюкс-бунгло. Все. Где одна комната, по сути? На пляже нет. Все остальное самое такое, витиеватое, оно на воде у нас. Так, есть ли какие-то еще вопросы? Коллеги, если, давайте, мы все ценим время. Я еще раз хочу, да, я на всякий случай напомню, что сейчас, прям сегодня действует скидка минус 35% на Би-Би питание. Забронировать нужно до 29 февраля, а проживание аж до 30 сентября. Вот. И такая от меня тоже вот ощущение у меня, что мы просто продлеваем ее уже который раз. Была, правда, 40% до этого. Сейчас 35%, но, может быть, останется 30%, но в любом случае, коллеги, конечно, скидка будет и дальше, потому что отель всего несколько месяцев назад открылся. Я думаю, что скидку, безусловно, должны продлить. Но, тем не менее, сейчас вот ловите момент до 29 февраля минус 35% на питание Би-Би. До 29 февраля у нас с вами в этом году есть дополнительный день. Вы помните, да, поскольку год високосный, у нас с вами еще есть время и у ваших клиентов на принятие решения целый дополнительный день. Значит, теперь, что хотелось бы еще подчеркнуть, что в чате у нас с вами есть ссылки и на презентацию, и на новые фотографии, поэтому вы их можете совершенно смело себе сохранять. Это абсолютно открытая информация. Яна подчеркнула, и пользоваться этим, чтобы ваши гости видели, что у вас самая свежая информация. Ну, собственно говоря, вот на данный момент все, наверное, да, из таких вот... Да, наверное, все, но информация обновляется. Нин, я буду держать тебя в курсе. Если что-то появится, я с радостью... Во-первых, конечно же, мои коллеги в отеле общаются с компанией Интурно Мальдиво, безусловно, у них будет все, и также я тоже тебе с удовольствием предоставлю последнюю информацию. Отель пока вот еще, как бы еще раз повторюсь, некоторые виллы до сих пор не открыты из-за того, что мне привезена мебель, но, в общем-то, это единственный момент, который... Все пять ресторанов работают. Бульдозеры уехали с острова, то есть... Давно, да. И как бы их работа не приходит. Да. Вот это самое важное. Отлично. Яна, спасибо тебе огромное. Значит, единственная просьба, можешь ли ты нам скинуть сюда еще раз свои контакты прямо в чат? Прямо сейчас, наверное, вот у меня, так как мне приходится сегодня делать презентацию с телефона, я, если можно, попрошу Марину скопировать мои контракты, контакты из почты, они там есть, прям полностью просто скопировать подпись, где есть и WhatsApp, телефон, и почта. Это можно сделать прямо в чат, чтобы у людей это осталось. Пока мы заканчиваем. Да, и вот вопрос еще, во всех ли бассейнах есть подсветка? Да, подсветка есть. Отлично. А в основном бассейне, она еще именно в основном, который у нас первый Infinity на Мальдивах, который до сих пор имеет такой статус, там еще она такая разноцветная, интересная, как это сказать, как звездное небо, в общем. Копирует звездное небо, которое сверху. Вот. Но и в бассейнах, конечно, есть подсветка, которая на виллах. Она включается сама? Вот сейчас на этот вопрос не отвечу, Марин, потому что я не была просто после реновации. Я понимаю, что эти детали очень важные, но, скорее всего, она включается кнопкой, но тут я не отвечу точно на этот вопрос. Я могу уточнить. Включается ли она сама, либо нужно включить? Я-то наоборот, как человек технически не очень адекватно. Тебе нравится, чтобы сама? Да, я хочу, чтобы она все сама. Включилась, и мне бы уже было красиво. И сама выключала, когда я об этом подумала. Хорошо, это лирика. Хорошие вопросы, я себе это все сейчас помечу, и тебе потом пришлю, кстати, ответ. Да, да, хорошо. Тем временем, для тех, кто хочет еще какие-то совсем такие интересные вопросы задать Яне, а может быть, задать их как-то лично, один на один, мы выложили сейчас в чат все контакты Яны, там есть и имейл, и ее телефон, мобильный, рабочий, ватсап, поэтому, ну она в принципе ни от кого никогда не скрывается, со всеми всегда готова пообщаться, поэтому обращайтесь тоже. Я понимаю, что сегодня, кстати говоря, наш вебинар вызвал очень большой интерес, это на самом деле очень здорово, у нас было 30 фактически агентств, что в понимании того, что мы никогда не отправляем рассылки просто в пространство, да, и приглашаем только совершенно конкретный набор наших лояльных партнеров, наших потенциальных интересных агентств, наших друзей, это, в общем, хороший результат для утра понедельника, я считаю, просто отличный, но также еще раз подчеркиваю, что буквально в течение обычной пары дней после вебинара мы всегда, у нас есть запись этого вебинара и моя коллега Марина любезно делает для нас даже рассинхрон этого вебинара на русском, то есть так же вы не обязательно будет вам, если вы захотите к чему-то вернуться, смотреть вебинар целиком, у вас будет поминутная разбивка на русском языке, в какой момент Яна о чем нам рассказывает, да, и запись в этом видео удобном для вас будет выложена на наш YouTube канал компании Турмальдивс и Яне, мы, естественно, ее пришлем и выложим также запись на YouTube Мальдивс, о чем мы вас оповестим, поэтому туда можно в любой момент заходить и просматривать то, что для вас было важным, интересным. Всем еще раз спасибо огромное за сегодняшний вебинар, нам очень понравилось, что вы были внимательными, активными, и всем отличного дня, также напоминаю вам, что на этой неделе у нас такая достаточно, мне кажется, будет активная неделя, но она уже, собственно, есть, что 21 числа, завтра в 12 часов у нас пройдет вебинар по курорту Алила Катайфар, Мальдивс, так что тоже не забывайте, приходите. Я теперь уже поняла, что самый лучший эффект дает напоминалка, которая вам присылается за 5 минут до начала вебинара, и это на самом деле хорошо, мы теперь это усвоили, так что будем вам в любом случае еще про это напоминать. Вот, а Яне огромное спасибо, потому что действительно было ужасно интересно, и на самом деле я ночи редко бывает, чтобы в течение практически полутора часов никто не выключался, у людей возникают какие-то спонтанные дела, люди уходят, я же слежу за мониторию состава участников, вообще у нас никто, все просидели полтора часа, и никто вообще никуда не попытался даже уйти, поэтому это ужасно здорово, и спасибо тебе огромное еще раз. С тобой вебинар Взаимно, спасибо большое. Спасибо, коллеги, спасибо вам большое. Всем спасибо огромное, на этом мы прощаемся с вами, продолжаем. Пошли дальше работать, продавать, и мы на связи по всем вопросам, обращайтесь. Всем отличного дня, до свидания. Марин, запись выключаем? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...